Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на библейском портале Экзегет. И сегодня мы займемся изучением 10 главы этого Евангелия, которая начинается словами «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Выше мы прочитали на прошлой беседе, когда Христос сказал, увидев множество народа, которые шли за ним, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина Жатвы, чтобы выслал делателей своих на Жатву свою. И вот здесь Христос призывает на эту Жатву своих учеников. Далее перечисляются их имена. «Двенадцати же апостолов, пишет Евангелист Матфей, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Юда Искариот, который и предал его». И далее, «Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на ипаче к погибшим овцам дома Израилева». Казалось бы, нечто неожиданное для христианского уха, Христос говорит, что на путь к язычникам не ходите, в города Самарянские не заходите, а проповедуйте только евреям, погибшим овцам дома Израилева. Почему? Потому что в своем первом пришествии Христос пришел для того, чтобы исполнить древние обетования, которые были даны еще патриархам и пророкам, царям еврейского народа, о том, что Мессия будет послан к ним. И, как сказано в этом же Евангелии от Матфея, в первых главах, пришел к своим, свои не приняли. То есть сначала надо проповедовать своим, потом надо проповедовать чужим. В нашей ситуации применение к нам погибшие овцы дома Израилевых, которым мы должны проповедовать прежде всего, это крещенные в православии люди, но не воцерковленные и даже не оглашенные. То есть прежде чем ехать там китайцев спасать, там корейцев спасать, мы должны обратить внимание на свое российское народное население. Эти люди, хотя и крещены, они не знают этой веры. Почему Христос здесь и говорит, на путь к язычникам не ходите, то есть еще не время для этого. И в город Самарянский не входите, а идите на Ипачи, то есть прежде всего погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Здесь мы видим, что проповедь святых апостолов подтверждалась великими чудесами и знамениями, потому что тогда вера Христова только начинала распространяться, и были им сообщены чрезвычайные дары, чудотворение, исцеление, даже воскрешение мертвых. И мы знаем, что в день Святой Пятидесятницы они даже получили чрезвычайный дар от Бога говорение на иных языках. То есть они приходили к разным народам и проповедовали на их языке, хотя сами не учили этого языка, но как Дух Святой давал им провещевать, они свидетельствовали на разных языках, на речиях и диалектах. Далее Христос выдвигает некое условие, что проповедь, Евангелие – это очень важное дело, а это значит, что ничто не должно отвлекать служителей Христа от этой проповеди. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». То есть Христос говорит, что они будут кормиться, питаться от своего благовествования, а никаких запасов они не должны иметь при себе. Именно по мере того, как они будут благоествовать Святой Евангелие, Господь через других верующих людей позаботится и о них самих. И сохранилась книга, она называется «Учение святых апостолов» Дидахи, в которой содержится устав поведения апостола, истинного апостола Иисуса Христа, который должен отличать апостола от лжи апостола. И там сказано, если апостол пришел в какую-то местность и пробыл там больше трех дней, он уже не апостол, он уже апостол. То есть они не имели права задерживаться в одном месте больше трех дней. Они должны были переходить из одного города в другой, из одного села в другое село, чтобы как можно большее количество людей огласить проповедем Святого Евангелия. А Господь, конечно, позаботится о их пропитании. Далее. «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин». Вот здесь говорится о том, что не надо проповедовать всем подряд, как некоторые с таким посткомсомольским энтузиазмом бегают по нашим городам, с таким сектантским духом, и они пытаются всем навязывать веру. Но мы знаем, что нельзя метать бисер перед свиньями. А здесь Христос прямо говорит, «Наведывайте, кто в нем достоин», то есть выясняйте, «и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому всему». То есть они были служители мира Божия. Что значит «мир дому всему». В результате грехпадения род человеческий оказался во враждебных отношениях с Богом. И символом этих враждебных отношений оказался херувим с огненным обращающимся мечом, который был поставлен, чтобы заграждать людям путь для их возможного возвращения в рай. Но когда Христос умирает на кресте, как объясняет Златоуст, в тот самый момент, когда копьем ударили ему под ребро, движение вот этого меча приостановилось. А из ребра вытекает кровь и вода. Кровь – символ таинства Евхаристии, вода – символ таинства крещения. То есть, когда люди входят в церковь, они обретают мир с Богом. В таинстве крещения они становятся чадами Божьими, а через таинство причастия они уподобляются самому Сыну Божию по благодати. Поэтому Евангелие – это благая или радостная весть о том, что враждебные отношения с Богом прекращаются, потому что Сын Божий своими страданиями примиряет нас с Богом Отцом. И Христос по воскресенье из мертвых дверями затворенными приходит к апостолам и говорит «Мир вам!» «То есть теперь мир!» «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему!» «Если дом будет достоин», опять говорится здесь о достоинстве тех, к кому мы приходим, «то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших, истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Почему Христос так говорит? В другом случае он говорит прямо «Если бы в Содоме и Гоморе были явлены чудеса, которые Христос сотворил в иудейских разных городах, в том же Капернауме, то они бы покаялись». Но ожесточение некоторых людей в те времена были такие сильные, что даже чудеса Христовы, сверхъестественные, они объясняли тем, они говорили, «Он силой весь Зевула творит эти чудеса». И далее мы читаем об участи апостолов. Апостол – это человек, который совершает посольство Божие в этом мире. Каждый проповедник Евангелия, он совершает свой апостолат, а апостолат – это посольство Божие в этом мире. А кто такой посол? Любой посол – это полномочный представитель своего царя. Так и проповедник Евангелия. Он действует не от себя, он свидетельствует о царстве Божьем, о Евангелии царствия, провозглашает теократические принципы. Но участь апостолов в этом мире, она сложная. Если о праведных людях сказано, что даже желающий жить благочестивым будет гоним, то здесь благочестие веры апостолов не могло не вызвать отторжения со стороны греховного мира. Поэтому далее Христос говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Что значит мудры, как змии? Сохраняйте свою веру, уходите в сторону от возможных гонений, преследований, не провоцируйте их искусственным путем на себя. Не приняли в одном городе, идите в другой город. Не приняли в одном доме, идите в другой дом. И просты, как голуби. То есть воспринимайте все просто. Это вам поручение от Бога. Не ищите какой-то привилегии в этом апостольском служении. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить о вас». О последних временах на Иллионской горе Сын Божий сказал, что гонения против христиан очень усилятся, и христиане будут ненавидимы всеми за имя Христова. Я помню, когда в советские времена, еще подростком, я читал эти слова из Евангелия, я даже в советское время не видел такого неприязненного отношения к христианам, как в наше современное время, в начале XXI века, мы видим, что творится по всему миру. На Ближнем Востоке обезглавливают христиан, в цивилизованной Европе дискредитация веры священнослужителей, рядовых верующих, мощный прессинг идет, информационное киллерство против служителей Христа, то есть тьма агрессии антихристианской, она усиливается и усиливается в этом мире. Так что даже патриарх Кирилл однажды на проповеди сказал, вот та тьма безнравственного отношения к вере, которая распространяется в мире, она может даже ускорить воцарение антихриста. И апостолы, каждый из них, в той или иной степени, взошли на свою Голгофу. Что мы знаем об этом? Апостол Андрей был распят на кресте. Он сказал, что он недостоин быть распят как учитель, и его распяли с раскинутыми руками и с раскинутыми ногами. Апостол Петр был распят по той же причине на перевернутом кресте, вниз головой, потому что считал себя быть недостойным, распят как его учитель. Казнь произошла в 64-м году во время гонения императора Нерона, по другому сведению, в 67-м или 68-м году. Только Иоанн Богослов умирает своей смертью, но он подвергался тяжелым гонениям, был сослан на остров Патмос, где ему и было видение апокалипсиса. Иаков Завидеев был убит по приказу иудейского царя Ирода Агриппы. Апостол Филипп его обезглавили, по другой версии распяли вниз головой по приказу проконсула римского императора. Варфоломей, апостол Варфоломей, распяли вниз головой, но он продолжал свою проповедь, тогда его сняли с креста и содрали с него кожу, после чего его обезглавили. Апостол Матфей был замучен около 60-го года. Апостол Фома считают, что он принял мученическую смерть, когда совершал миссию в Индии, во время молитвы он был умершвлен стрелою из лука. Иаков Алфеев, о его смерти и погребении существует несколько версий. Одна, он был побит камнями иудеями, другая принял мученическую смерть на кресте. Иуда Фадей умер мученической смерти в Армении во второй половине первого века. Симон Канонит был заживо распилен пилою. Апостол Павел, как римский гражданин, был подвергнут обезглавливанию, потому что тогда это считалось превелегированной казнью. Ей подвергали только римских граждан. Итак, мы видим, что действительно Христос послал своих апостолов как овец среди волков. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас, то есть когда вы окажетесь перед лицом гонителей. То есть Дух Святой будет укреплять мучеников, совершающих свой апостолат до конца. И далее, «Предаш же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». И действительно мы знаем, что святую великомученицу Варвару казнила, обезглавил ее собственный отец. «И будете ненавидимы всеми за имя мое», то же, что Христос сказал и на Илеонской горе, претерпевшие же до конца спасется. Собственно говоря, нам, христианам, надо перед лицом гонений, которые усиливаются, запастись терпением, потому что самые тяжелые гонения, они впереди. В книге пророка Даниила сказано, что наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. Но, как я уже сказал, мы не можем провоцировать на себя гонения, поэтому Христос далее говорит, «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно, говорю вам, не успейте обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Здесь речь идет о том, что явление Христа во славе – это верою вселиться Христу в сердца ваши, когда Дух Святой, Дух Христов сошел на апостолов в день Пятидесятницы, и потом они с большей силой при знамениях и чудесах от Духа Святаго совершали свое служение. Далее Христос говорит о том, как соотносятся такие понятия, как учитель и ученик в жизни верующего человека. Он учит ученик не выше учителя. То есть никто из нас никогда не станет таким же, как Христос или как святые апостолы. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. То есть как бы, если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его. Если Христос терпел, апостолы наши учителя терпели, то и мы должны стараться уподобляться им, насколько это возможно. И при этом надо помнить, когда будут самые тяжелые испытания, Бог все-таки не пошлет людям сил сверх их возможностей перетерпеть, и в самих испытаниях Он пошлет нам и некое облегчение. И мы знаем, что даже во дне Антихриста Божественная Евхаристия будет совершаться и трехчинное священство православное будет сохраняться, истинный епископат, истинный пресвятариат, истинный деканат. Сам Христос сказал о святом причастии, «Сея творите в мое воспоминание, пока я не приду». И, кстати, один из признаков, что гонения будут последние, самые ужасные, перед этими последними гонениями будет открытая проповедь Евангелия. На Иллионской горе Христос говорит, и проповедана будет Евангелие Царствия по всей вселенной, и тогда придет конец. Сейчас, благодаря средствам коммуникации, и через интернет, и через радио, и через телевидение, проповедь Евангелия уже неоднократно огласила всю планету. Возможно, это как раз признак того, что те гонения, которые сейчас разворачиваются на фоне этой последней евангелизации, это могут быть последние гонения, которые очень усилятся при воцарении Антихриста. И далее Христос настаивает на том, что, несмотря ни на какие трудности, мы не должны все-таки скрывать свою веру. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». О чем здесь Христос говорит? Он говорит здесь о том, что мучение – это та неизбежность, которая ожидает человека, который только желает жить благочестиво. Но нам, прежде всего, надо бояться не этих мучений, а Христос говорит, «Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Кого же мы должны бояться? Христа. Только Христос может кого-то отправить в гиену, а кого-то отправить в рай. И в день суда он так и будет действовать. Одним он скажет, «Войдите благословенный в покой мой», а другим скажет, «Идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его». То есть только страх Божий мы можем иметь. Но не страх перед гонителями, мучителями. Как святитель Василий Великий писал, «Я настолько стар и настолько болен, что, может быть, только первый удар я ощущу во время гонений, а потом все, моя душа отлетит к Господу». Далее Христос предлагает некий пример. Недвели малые птицы продаются за осарий. Осарий – это мелкая монета. «И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Конечно же, Господь будет особым образом промышлять о верующих в Него, особенно во дни гонений. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом Моим Небесным». То есть мы не скрываем свою веру, мы не стыдимся своей веры, но в то же время мы всем подряд ее не предлагаем, а узнаем, кто достоин, как мы здесь прочитали, приходим в дом к этим людям. Если они достойны, они принимают наши свидетельства. И далее Христос говорит о том, что будут сложности в мире. Вот проповедь Евангелия, которая несет как бы мир между людьми и Богом, со стороны сил зла она вызовет колоссальную агрессию. Поэтому он далее произносит «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его». В каком смысле? Когда проповедь Евангелия доходит до сердца людей, одни принимают это слово, другие не принимают. И вот это некий такой водораздел, и люди становятся врагами друг друга. Казалось бы, христиане – это те, которые начинают вести более нравственный образ жизни, которые оставляют прежний греховный образ жизни. Но именно за это их начинают ненавидеть, потому что своим благочестием они бросают вызов тем, которые возлюбили грех более чем истину. Как Христос и говорит, «Вы не идете ко мне, потому что я свет, а вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши злые дела». «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня, сберегший душу свою, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Неужели мы не должны любить наших родителей, наших близких? Конечно, должны. И даже в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Но христианин – это тот человек, который выстраивает правильную иерархию ценностей. И на первом месте всегда Христос, как глава церкви, как тот, который управляет нами, как царь царей. И подчинение ему как раз и обеспечивает подданное благо нашим семьям, нашим домашним. Равно как и мятеж против Христа не приносит мир в человеческие семьи. Посмотрите на современную Западную Европу, которая выдавливает христианство историческое со своей территории, а хаоса, преступлений, злобы становится там все больше и больше. Здесь очень важный момент. Христос говорит, что нельзя идти за ним и не брать своего креста. Крест – это те трудности, которые мы имеем в жизни, но если мы их получаем, следуя за Христом, мы их должны принимать как из рук Божьих. То есть, например, человек-христианин заболел, а он христианин, и даже волосы на голове его сочтены, как мы прочитали. И он говорит, обращаясь к Богу, «Господи, Ты дал мне эту болезнь». И христианин не спрашивает, «Почему? За что?» Он спрашивает, «Господи, а для чего?» Бог всегда ищет для нас благо. Если Он нам посылает какие-то трудности, Он не имеет цели у нас проэкзаменовать, тем более искусить. Есть только одна цель – усовершенствовать нас в этих гонениях, трудностях, скорбях, чтобы как золото, огнем очищенное, без всяких примесей, сверкало бы своей царственной чистотой. «Кто принимает вас, далее говорит Христос, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня, то есть Бога Отца. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Чему нас могут научить эти слова Христа? Мы должны принимать Епископа как епископа, пресвитера как пресвитера, дьякона как дьякона, православного христианина как православного христианина. А если мы начинаем вести суд, этот слишком худой, этот слишком толстый, этот гундивый, говорит как-то не очень красиво, а этот очень так все хорошо изъясняет, не надо иметь вот такую оценку лицеприятную того или иного человека. Почему некоторым не везет с пастырями и наставниками? Потому что как на рынке человек выбирает для себя арбуз, простукивает его, осматривает его, нельзя так же относиться к пастырю. Подойди к любому священнику, как к священнику, и получишь награду священника, то есть то, что священник должен тебе дать. Поэтому здесь и сказано, принимать пророка надо во имя пророка и праведника, во имя праведника, и получишь награду праведника. И далее, и кто напоит одного из малых сих, то есть из учеников Иисуса Христа, малыми он называет апостолов, потому что тогда община была очень маленькая, только чашей холодной воды во имя ученика, то есть потому что он ученик Христа, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть все то доброе, которое мы делаем по отношению к тем, которые совершают свой апостолат, это добро вернется к нам. Как сказано, что надо поддерживать служителей церкви, особенно тех, которые подвязаются в проповеди Слова Божия. И когда мы молимся за наш епископат, пресвятериат, деканат, это очень разумное решение, потому что действительно Христос послал их в этот мир, как овец среди волков. И в наше время, в тяжелые эти последние времена, действительно быть священником, это значит взять крест и идти на Голгофу под осмеяние толпы и под человеческое оплевание. Но избравшие Христа могут ли поступить иначе?